В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Итоги 2021 года подведем и обсудим главные направления деятельности Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения с его руководителем Еленой Левиной. Здравствуйте, Елена Степановна! Елена Степановна, наверное, главной темой прошлого года стала коронавирусная инфекция. Расскажите, как развивалась ситуация с пандемией в Ненецком округе в 2021 году? Она зашла в прошлом году даже в самые отдаленные населенные пункты. Что мы имели, насколько была сложная обстановка и что сейчас имеем? Действительно, у нас коронавирусная инфекция всегда была в топовых новостях и все, что мы делали, было у нас так или иначе завязано с ковидом. Это не говорит о том, что мы другие виды помощи останавливали, но ковид был у нас всегда в приоритете и всегда мы о нем говорили в первых строчках своих новостей. Ковид нас коснулся в этом году очень жестко, потому что к нам зашел тяжелый штамм, это дельта, штамм вируса, который унес очень много жизней наших граждан. Мы очень много уроков вынесли по организации медицинской помощи нашему населению, очень много было пересмотрено подходов к лечению пациентов, было перепробовано несколько схем лечения пациентов. Я думаю, что этот ковид просто научил нас по-другому работать, по-другому относиться к тому, что делают наши медики. Научил скорости реакции совершенно другой, то есть все равно этот ковид поменял все оказание медицинской помощи в наших медицинских организациях. А вот что касается населенных пунктов, отдаленных, как там развивалась ситуация, насколько они были готовы, насколько они хорошо справились с пандемией? До счета того, что с ковидом мы уже работаем уже на сегодняшний третий год, учитывая, что у нас коммуникации между медиками налаживаются с каждым разом лучше и лучше, до медиков, которые работают на селе, были доведены все необходимые информационные материалы, как работать с ковидом, было налажено телемедицинские консультации. И то, что произошло у нас в селах, было все отработано в тесном взаимодействии с главными медицинскими организациями. Все пациенты, которые болели у нас в селах, они имели доступ к телемедицинским консультациям, консультированию докторов в отделении, их консультировали специалисты реанимационного отделения. Те пациенты, которым была необходимость, консультировались с федеральными центром институционных заболеваний, чтобы откорректировать им лечение. Такую помощь у нас могут получить и лица, которые болеют в городе, так и в сельско-консульционных пунктах. Мы туда отправляли большими партиями лекарственные препараты, отправляли средства индивидуальной защиты. И следует отметить, что наши медики, которые работают в селе, справились с поставленной задачей. То есть у нас минимальные потери были у сельского населения, именно потому что сельские медики очень быстро и правильно четко реагировали на все поставленные задачи. А в городе насколько готова была система здравоохранения? Какие были шаги предприняты, чтобы, так скажем, вылечить, уберечь жителей округа от коронавирусной инфекции? У нас город принимает самый первый удар и самый большой процент заболевших у нас падает, конечно, на городское население в связи с особенностями жительства наших жителей. Значит, в рамках этого года мы заменили кислородную станцию, которая у нас подавала кислород в отделении. То есть когда у нас летом была волна дельта-вируса, был очень большой расход кислорода. И благодаря губернатору, благодаря действиям администрации, мы приобрели станцию, большой мощности достаточно, поэтому наши граждане получали необходимое лечение в соответствии с протоколом с адекватной кислородной поддержкой. Кроме того, мы закупали в большом количестве лекарственные препараты. А так как часть препаратов, они не относятся к категории ЖНВЛП, цены на них постоянно рос. Благодаря нашей администрации и депутатскому корпусу мы закупали в те препараты, которые нам необходимы, своевременно. То есть все, что было на рынке, мы имели возможность приобрести в любое время. Какие прогнозы на 2022 год? Какие есть, так скажем, потенциал какой есть? И на какую мощность готовы наши медики по борьбе с коронавирусной инфекцией? Ну, не секрет, что у нас со вчерашнего дня уже регистрируется новый штамм коронавируса, омикрон. Сейчас эта, так скажем, беда обрушивается больше на первичное звенье. Но учитывая, что мы уже работали с коронавирусом, да, у нас уже медики все знают, как это все делается. Поэтому мы готовы к тому, чтобы бороться с коронавирусом уже на амбулаторном звене. Перенастраивается наша система здравоохранения. Делается все достаточно быстро. В течение суток мы можем развернуться до достаточно большой мощности, можем открыть койки дополнительные, если вдруг появится такая необходимость. И можем перенаправить необходимое количество медицинских работников для работы в амбулаторном звене. Все медики, которые заинтересованы оказывать медицинскую помощь, пациентам с НКИ, они прошли тематическое усовершенствование, которое постоянно обновляется. Поэтому проблем со знаниями и компетенциями у наших медиков нет. Мы готовы. И не менее важный вопрос, это вопрос вакцинации. Удалось нам достичь коллективного иммунитета? Какие вакцины есть для этого и каким способом мы его достигаем и достигнем вообще? Очень резонансный вопрос нашей вакцинации. На сегодняшний день у нас уровень коллективного иммунитета составляет 66%. Цифра эта плавающая, она расчетная. Как я уже говорила в предыдущих интервью, она складывается из уровня заболевших, глубина которых составляет год, уровни вакцинированных тоже с глубиной год или вакцинированных. Так как у нас заболеваемость начала регистрироваться еще в 2019-2020 годах, некоторые жители выпадают из этой общей статистики, поэтому процент у нас еще пока не достиг того уровня, который необходим. Но следует отметить, что у нас благодаря слаженной работе медицинских работников и хорошему отклику нашего населения, процент вакцинированных у нас достаточно большой первым компонентом. То есть на сегодняшний день у нас порядка 24 тысяч человек привиты, либо и ревакцинированы. Просто только что те, которые привиты, еще не ревакцинированы для того, чтобы нам поднять этот коллективный иммунитет. Но вакцинация прошла у нас очень даже на достойном уровне. А на 2022 год какие планы? Ну в связи с тем, что у нас сейчас зашел новый штамм, и по тем данным, которые мы сейчас читаем в мировой литературе, то, что говорят наши специалисты из федеральных центров, те лица, которые вакцинированы, они более легко переносят заболевание, которое вызывается новым штаммом. Поэтому я думаю, что нам придется продолжить в том же темпе вакцинировать наше население. То есть это за глубиной полгода ревакцинация, либо вакцинация, там уже принимается решение лечащим врачом. То есть пока мы работаем в том же самом режиме. Каждые полгода будем вакцинировать население, чтобы поддерживать этот уровень коллективного иммунитета и не дать унести вирусу новую жизнь. Выбор есть вакцины, как и был раньше? То есть пациент может прийти и выбрать то, что он хочет? Каким образом это происходит? Ну, к сожалению, у нас сейчас нет разнообразия вакцин, которые были. Но исходя из того, что мы имеем, у нас на сегодняшний день есть две эффективные вакцины. Это спутник ВИИ и спутник ЛАЙТ. И пивак корона мы больше пока не заказываем, потому что не очень хороший отзыв о вакцине и не такая сильная иммунная защита, как хотелось бы. Поэтому мы предпочитаем работать с теми вакцинами, которые в церкви давали себя везде хорошо и дают качественный иммунитет. Поэтому у нас сейчас пока спутник ВИИ, спутник ЛАЙТ и спутник М пришел на прошлый день для вакцинации детей с 12 до 17 лет. Расскажите, пожалуйста, про вакцинацию детей с 12 лет. Что там ожидается? Что это за вакцина? Вакцину мы только получили, мы еще пока не использовали, потому что вакцина не включена в национальный календарь и не может быть использована массово, допустим, для взрослого населения. Поэтому мы сейчас собираем мнение наших родителей, деток несовершеннолетних. Если родители желают привить своих детей от новой коронавирусной инфекции, то дети будут привиты. А каким образом собираются эти данные? У нас работает отделение школьное-дошкольное, там работают медики, которые организуют опросы родителей и собирают заявки по школам тех родителей, которые хотят привить своих детей. И в продолжение разговора расскажите, как в нашем округе реализуются мероприятия в рамках национального проекта здравоохранения региональной программы развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Что это за программа, что туда входит? У нас реализуются сейчас два крупных мероприятия. Это, как вы сказали, национальные проекты здравоохранения, где у нас шесть региональных проектов работают, и программа модернизации первичного звена. А в рамках реализации национального проекта у нас реализуется развитие первичной медико-санитарной помощи. По этой программе у нас осуществляется финансирование и полета санитарной авиации за пределы города. То есть мы из сел вывозим пациентов, которые нуждаются в экстренном и неотложном оказании медицинской помощи. То есть там у нас идет финансирование как из седерального, так и из оригинального бюджета. И порядка 181 человек у нас в этом году эвакуировано в город для оказания специализированной медицинской помощи. Также в рамках этого проекта у нас закупка ФАПов в те населенные пункты. Единственные жители составляют больше 100 человек. Вот эти ФАПы сейчас введены в эксплуатацию. Есть, конечно, сложности с их использованием. Но пока вот работаем над тем, чтобы устранить тени отсадки, которые выделены в ходе эксплуатации. Также в рамках этого проекта у нас приобретены три автомобиля для доставки медицинских работников к пациентам. Это как раз когда начался ковид, чтобы нам более мобильно оказывать медицинскую помощь, было принято решение. И опережающая была проведена закупка. Автомобили эти поступили и используются для нужд медицинских организаций. По тем проектам, которые реализуются в рамках проекта здравоохранения, у нас идет закупка медицинского оборудования. То есть мы покупаем оборудование для оказания медицинской помощи пациентам с психологическими заболеваниями, с серийно-сосудистыми заболеваниями. Также закупается тяжелое оборудование по программе модернизации первичного здравоохранения. То есть у нас там идет закупка также диагностического оборудования, лабораторного оборудования. Закупается рентгеновское оборудование, которое подлежит замене. Достаточно большой перечень. В прошлом году мы закупили больше 31 единицы оборудования. Одной из ключевых программ национального проекта здравоохранения также является борьба с онкологическими заболеваниями. И в декабре этого года к нам приезжал онкодесант, онкопатруль, правильно называется. Какие были результаты, насколько была эффективна его работа и нужна жителям Ненецкого округа? В связи с ковидной историей у нас пациенты не всегда имели возможность выехать за пределы округа для получения конструктивной и лечебной помощи в крупных центрах. То есть либо мы не могли направить, потому что был высокий уровень заболеваемости, либо федералы не могли принять, потому что их медицинские центры были закрыты. И вот это недополучение медицинской помощи, оно как бы негативно сказывается и на системе здравоохранения, и на уровне здоровья наших жителей. Поэтому было принято решение пригласить специалистов федерального центра имени Герцена для того, чтобы они провели первичный осмотр наших пациентов. Услуга была крайне востребована, записались на прием порядка 500 человек. В результате этой работы у 19 человек либо подтвержден, либо установлен впервые диагноз онкологического заболевания, и 28 человек были направлены на дообследование в цели подтверждения, либо отрицания диагноза онкологического заболевания. Учитывая, что это мероприятие нашло очень большой отклик у нашего населения, было принято решение губернаторам, что такие мероприятия нужно будет проводить ежедпортально. И сейчас мы ведем переговоры с центром Блохина, это московский тоже центр крупный, куда ездят наши пациенты в том числе, для того, чтобы они в начале марта к нам приехали, также в течение недели отработали, посмотрели тех жителей, которым необходим данный вид помощи. Сейчас мы уже тоже будем принимать решение, как лучше выстроить эту работу, либо пациентов уже установлены диагнозами, приглашать на осмотр и консультацию, либо опять пригласить тех пациентов, которые впервые будут обращаться за этой медицинской помощью. А те, кто были выявлены в ходе вот этого онкологического десанта, они дальше будут продолжена какая-то работа, они будут в приоритете как-то направляться куда-то? У нас вообще оказание медицинской помощи пациентам с онкологией является в приоритете, то есть у нас и лечениями оказываются бесплатные, мы их направляем в центры вне очереди, то есть подстраиваясь уже не под нужды медицинской организации, как они могут принять, а направляем таким образом, чтобы пациент под себя подстраивался, как ему удобно выехать. То есть все пациенты с онкологией у нас направляются и получают то лечение, которое им необходимо. А что касается кадров, вот не секрет, что медицинских кадров в Ненецком округе не хватает и работает программа «Земский доктор». В 2021 году должны были приехать по этой программе к нам специалисты, как обстоят дела в этом направлении, сколько приехали, куда приехали, какие специалисты, куда больше, в какие, в город, в поселок Искатели, в населенные пункты, где? У нас проблема с медицинским кадром, она стоит остро не только в Ненецком округе, это общероссийская проблема, не все выпускники, которые учатся в медицинских вузах, возвращаются в свои регионы, в которых направлено обучение. Ну и плюс к тому, что врачи, они все-таки тоже имеют право выбора места жительства и смены той медицинской организации, где они работают. У нас приезжают периодически доктора, кто-то приезжает, остается насовсем, кто-то какое-то время от работы, в месяц, два, три уезжает обратно. У нас реализуется ряд мер социальной поддержки для докторов, которые готовы приехать к нам в регион. Это и федеральные, вот то, что вы сказали, «Земский доктор», «Земский фельдшер», и также региональные. В рамках этих мероприятий, которые мы проводим, у нас приехало 11 специалистов, 6 докторов и 5 специалистов среднего звена. В основном они, конечно, приезжают в город, потому что у нас в городе очень востребованы доктора как первичного звена, так и врачи-специалисты. Вообще, есть результаты от этих программ? Они действительно работают, действительно проще приглашать специалистов по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер»? Я не скажу, что проще, но пока это мероприятие работает. То есть доктора, имея гарантию, что в течение 5 лет они обязаны отработать, при этом не получают определенную денежную сумму, они приезжают. Но не все остаются, конечно, те, кто уезжает, им приходится возвращать часть средств пропорционально отработанному времени, но пока программа работает. То есть еще пока люди заинтересованы, еще приезжают по этим программам. А какие планы на этот год? Есть какие-то потребности, есть какие-то очень нужные врачи, которых нужно пригласить, или уже с кем-то есть договоренности, что они приедут? Ну, вообще, у нас работа-то ведется постоянно, вне зависимости от времени года, от учебного процесса, в который вовлекаются студенты-медики, с врачами работаем постоянно. Учитывая, что все-таки доктора, которые работают в округе, все-таки уже часть из них, ну, более 40% люди возрастные, которые уже готовы уйти на пенсию, мы, конечно, сохраняем максимально возможным, потому что вклад их в систему неоценим, и труд очень важен, и нужен для нас. Ну, если человек принимает решение, что нужно уйти, все равно нужна какая-то замена. С докторами работаем с молодыми постоянно, у нас проводятся ярмарки вакансий в медицинских вузах, где учатся наши студенты, выезжают главные врачи медицинских организаций, проводят работу со студентами, завлекают, привлекают, рассказывают про наш регион, и есть уже, не буду называть ни специальностей, ни количества, чтобы не сглазить, да, но есть уже договоренности определенные с молодыми специалистами по окончании ординатуры, они готовы приехать к нам в регион и оказывать медицинскую помощь нашим жителям. Но, кроме того, ведется работа уже и со стажистами из других регионов, тоже привлекаем, рассказываем про нас, все преференции, которые у нас есть, особенности нашей работы, и некоторые принимают решение, приезжают. Вот сейчас, буквально на этой неделе, должны приехать два новых доктора. А вообще необходимость, в каком количестве врачей, вот прям, ну так, если говорить, острая необходимость, сколько, ну, по количеству хотя бы врачей нам нужно? Ну, так, чтобы остро, я не скажу, потому что у нас все основные направления закрыты. Есть направления, которые необходимо закрыть в ближайшее время, вот, допустим, у нас работал доктор-ревматолог, который принял решение уйти из системы здравоохранения, да, вот у нас сейчас это заставка вакантная, то есть вот ищем этого доктора. Ну, учитывая, что специальность достаточно дефицитная, редкая, вот так вот, то самое, с трех звонков не найдешь, то есть с каждым ведется беседа, пытаемся найти. А так у нас, как и во всех регионах, у нас есть потребность в врачах-терапевтах-участковых, то есть учитывая, какая сейчас огромная нагрузка на докторов, доктора уходят. Я не говорю, что наши уходят, наши молодцы, работают, нас не бросают, но из других регионов очень тяжело привлечь, потому что люди выгорают. А также есть у нас потребности во врачах-акушерогинекологов, у нас есть потребности во врачах-фтизиатрах, то есть, ну, практически все направления, которые у нас есть, то есть в каждое нужно укрепить одной-двумя единицами. То же самое касается села, то есть у нас не секрет, что в селе докторов практически нет, у нас, по-моему, только три доктора работают, часть сельской местности, четыре. Вот хотелось бы, чтобы в каждом селе, где есть крупная медицинская организация, был доктор, чтобы и с жителем было спокойно, и нам, что, по крайней мере, врачебной специальностью закрыт населенный пункт, и проблемы будут решаться более быстро. Как раз говоря о работе медиков в селе, расскажите, пожалуйста, об итогах работы в прошлом году передвижных медицинских отрядов, флюорографического отряда, красного чума, стоматологов. Сколько жителей в каких населенных пунктах пользовались помощью этих врачей и какие планы в этом году? Ну, смотрите, у нас по тем выездным формам работы, которые у нас ведутся, мы стараемся охватывать все населенные пункты. У нас выпадает только летний период, когда доктора уходят в отпуск, а так мы старались в этом году не закрывать на ковид выездную работу, то есть и стоматологи, и флюороотряд, и передвижной отряд, они отработали в полном объеме. То есть они посмотрели жителей всех населенных пунктов, пересмотрели не только оленеводов, но и тех, кто проживает в населенных пунктах, то есть огромный объем работы проведен. Сейчас мы как раз подводим итоги, вся эта информация обрабатывается, я чуть позже вам смогу рассказать, сколько у нас всего проведено исследований, что выявлено, сколько людей посмотрели. Сейчас пока готовится годовой отчет, поэтому статистика пока только в сырых цифрах, поэтому более точно я чуть позже расскажу. Но сейчас уже работа ведь началась, сейчас уже поехали опять передвижные медицинские отряды, вот где в ближайшее время ждать жителям каких-то населенных пунктов? Как только у нас год начинается, у нас сразу же первое, что делается, выезжает передвижной медицинский отряд. Они у нас отработали сейчас в Телевске, выезжают сейчас в Нильминоз, Вандик, то есть в близлежащие, чтобы можно уехать на Триколе, вот пока вот этим транспортом добираемся и обследуем этих жителей, близлежащих пока. Насколько я знаю, там комплектация врачами идет от потребности населенного пункта, да, там заранее узнают потребность, а затем уже комплектуют. Каким образом, какие врачи обязательные там должны быть? У нас есть обязательная бригада, которая выезжает, потому что кроме медицинского осмотра, да, в явлении какой-то ранней патологии, у нас еще стоит задача выдавать жителям на селе необходимые справки, чтобы они имели возможность получить оружие или права и всевозможные другие документы. Кроме того, поставленная задача проводить комиссию МСЭ для установления группы инвалидности, поэтому есть очень большая бригада врачей, там порядка 14 специалистов. Вне зависимости от потребности населения, все специалисты выезжают, чтобы закрыть все потребности. То есть не только медицинский осмотр, но еще и экспертиза. Даже была экспертиза, то есть нужно большое количество докторов. Вот они такой большой командой выезжают и осматривают население. Слуга очень востребована, некоторые осела жалуются, что он очень малый промежуток времени приезжает, но так как у нас 39 населенных пунктов, то есть задерживаться в каждом больше двух недель не представляется возможным, поэтому мы где-то 2-3 дня работаем, где-то до 70 дней. Ну это получается в течение всего года идет работа и каждый в течение года один раз посещает эта мобильная бригада, населенный пункт, да? Да. У нас только летний период, когда и население выезжает в пуска, и доктора выезжают, то есть летний период мы не работаем, мы работаем с января и по июнь. И с сентября по декабрь. А в учреждениях здравоохранения региона ежегодно проходят профилактические осмотры и диспансеризация населения. В прошлом году президент поручил расширить категорию граждан, которые подлежат диспансеризации. Какие категории вошли, кого вы в прошлом году обязательно осматривали во время диспансеризации? Диспансеризация это очень важное мероприятие, в рамках которого можно выявить заболевания очень многие на ранних стадиях. Вот почему у нас, когда приезжал онкопатруль, первое, что говорили, что если заболевание сосудистой системы и обменное заболевание, это заболевание образа жизни, человек сам их себе наживает, то онкологическое заболевание, это заболевание, которое можно спрофилактировать. И чем раньше человек обратится за медицинской помощью, за медицинским осмотром, тем раньше можно выявить. То есть здесь уже от самоосознанности пациентов очень много зависит. Вот поэтому профилактические осмотры, они у нас всегда тоже в приоритете, и мы стараемся максимальное количество жителей привлечь на эти осмотры и максимально объем на жителей посмотреть. План по диспансеризации профосмотров у нас выставляется ежегодно, который мы корректируем в зависимости от потребности. В этом году в связи с тем, что после коронавирусной инфекции стало выявляться очень много патологий, сосудистой и онкологической, было принято решение на уровне правительства провести углубленную диспансеризацию. То есть помимо тех исследований, которые проводятся в рамках обычной диспансеризации, было введено еще пять направлений, которые необходимо было провести лицам, которые принесли коронавирусную инфекцию. Но к сожалению, в связи с тем, что у нас, ну это решение было принято в середине года, и мы закрывали медицинские организации на ковид, были закрыты профилактические мультиспансеризации, мы выполнили этот план только на 50%. Поэтому как только год начался текущий, да, строим, мы первое, что сделали, это начали проводить профилактические осмотры и углубленную диспансеризацию. А насколько активно вообще граждане идут, и какие заболевания чаще всего выявляются у наших жителей? Ну активность у нас, к сожалению, не очень высокая, да, в связи с тем, что все-таки нам медицинская организация, допустим, если вы говорили про Ницкую окружную больницу, занимает несколько корпусов, и гражданину приходится переходить с одного корпуса в другое. То есть два дня не всегда жители находят для того, чтобы пройти эту диспансеризацию. А так, отклик у нас достаточно неплохой, порядка 60-70% у нас каждый год проходит, ну так, чтобы было полноценно. В этом году мы планируем также это мероприятие проводить. Те заболевания, которые выявляются, это у нас на первом месяце сережно-сосудистые заболевания, обменные заболевания и заболевания органов дыхания. А какие возрастные категории в этом году подлежат диспансеризации? У нас диспансеризация идет поголовная, да, то есть если мы говорим про взрослое население, это жители с 18 до 39 лет проходят один раз в три года, жители старше 40 лет ежегодно. То есть мы должны посмотреть всех жителей. Какие-то есть льготы, ну не льготы, преимущества для того, кто приходит на диспансеризацию, это какие-то дополнительные дни, выходные от работы ему даются, чтобы он прошел эту диспансеризацию, что там есть на проведение обследования? Да, у нас внесены изменения в федеральное законодательство, если человек проходит диспансеризацию, то работодатель предоставляет ему два дня отдыха, как раз вот на то, чтобы пройти всех специалистов, пройти все исследования. В прошлом году департамент сообщил о создании в 2022 году кабинета МРТ. Расскажите, какая работа ведется в этом направлении, будет ли у нас МРТ? Ну мы очень надеемся, что наше предложение будет поддержано в Министерстве здравоохранения, сейчас мы отрабатываем как раз вопрос дополнительного финансирования и включение вот этого мероприятия по приобретению МРТ в программу модернизации первичного звена. Учитывая, что у нас все-таки регион не такой большой, то есть там до 50 тысяч человек, поэтому мы можем рассчитывать на то, что наше вот это вот пожелание будет удовлетворено. Сейчас пока вот мы прорабатываем по коммерческим предложениям, какие аппараты сейчас доступны, и будем в этом году закупать оборудование. Если это произойдет, то как скоро, когда жители могут уже получить? Ну я думаю, что этот год у нас будет посвящен подготовительным процедурам и закупке аппарата, его поставке, пусконалочным работам и введению в эксплуатацию. Если все пройдет гладко и срывов не будет на каком этапе, то с 2023 года мы уже сможем проводить исследования. Давайте перейдем к следующему блоку Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, к труду. То есть коронавирусная инфекция, она повлияла не только на здоровье граждан, но и на процессы труда в том числе, как обстоят дела в этой сфере. Что изменилось? Изменилось ли количество безработных в прошлом году? Как здесь обстоят дела? Ну если мы сравним с 2020 годом, 2021 год, то в 2020 году у нас был очень большой скачок безработицы. У нас на регистрации было в начале года более 900 человек. К концу 2020 года численность безработных граждан сократилась до 669 человек. На сегодняшний день те отчеты, которые представляет Центр занятий, там чуть больше 450 человек на учете состоит. А какие перспективы, какие на 2022 год, что там может произойти, будет ли там улучшение какое-то? Я думаю, что ту работу, которую проводят наши Центры занятости, мы должны минимизировать то количество безработных, которое у нас на сегодняшний день стоит на учете. Ну допустим, для того, чтобы у нас жители были трудоустроены, у нас были проведены ряд мероприятий, было проведено обучение, и 26 человек приняли решение после обучения открыть свой бизнес, и на данном мероприятии каждый из них получил более 200 тысяч на развитие собственного дела. В следующем году у нас такое же мероприятие будет поддержано, деньги заложены, поэтому если кто-то из жителей желает открыть собственное дело, то кто стоит в Центре занятости на учете, мы можем оказать такую поддержку, и обучить, и помочь. А какие еще виды поддержки предусматривались в прошлом году? Кому еще помогал Центр занятости? У нас идет очень большая работа по трудоустройству граждан, переобучение, получение новой профессии. То есть смотрим то, что нужно региону, какие специальности востребованы, и готовим граждан для того, чтобы они могли занять те вакансии, которые у нас есть на рынке. Сколько безработных по итогам 2021 года получили финансовую помощь на открытие собственного бизнеса? Сколько средств на эти цели будет заложено в окружном бюджете на этот год, 2022? Вообще, если мы говорим про 2021 год, то у нас 26 граждан получили единовременную финансовую помощь. Помощь составила 262 тысячи рублей из оригинального бюджета. А в 2022 году у нас на эти цели заложено 5,5 миллионов рублей. В сети интернет очень много ходит информация о том, что Центры занятости будут трансформированы. Что ждет наш Центр занятости? Какие перспективы в этом году у нашего Центра занятости? Да, это у нас такое мероприятие идет, так называется «Трансформация цифровая Центра занятости». Нам нужно переформатировать работу нашего Центра занятости. Нужно сделать удобным его для как сотрудников, так и для получателей услуг. То есть будет разработан единый бренд, будет единая форма для сотрудников, будет проведен капитальный ремонт, будут обустроены рабочие места, чтобы удобно и комфортно было как работать, так и получать услуги. Эти мероприятия у нас запланированы. На 2022-2024 год. Сейчас пока идут подготовительные процедуры. Но это никак не отразится на жителях. Это только будет конкретно касаться Центра жителей, безработных, которые будут обращаться. Это никаким образом трансформация не коснется. Правильно я понимаю? Ну, то есть жители будут как обращались, так и обращаться. Также они будут получать ту помощь, которую получали. Да, только это будет происходить в более комфортных условиях, потому что, учитывая, что все-таки работа с населением это достаточно тяжелая работа, и люди устают и выгорают для того, чтобы нам сохранить тот потенциал кадровый, который у нас есть, и чтобы сотрудники Центра занятости поменяли немножко свое отношение к той работе, которую они выполняют, чтобы как-то зарядить их позитивом, и то, что все-таки все в жизни нашей меняется, и в лучшую сторону. То есть нам нужно и для людей создать комфортные условия, но и для сотрудников, которые эти услуги оказывают. Потому что люди, которые находятся в поисках работы, это все-таки люди, которые находятся в постоянном стрессе хроническом. И чтобы пережить им комфортно, и ищущему работу, и тут представляют услуги, должны быть, по крайней мере, условия получения условий созданы достойными. Давайте перейдем теперь к теме социальной защиты населения. В прошлом году, в декабре прошлого года, отделение социальной защиты населения объявило о том, что часть своих полномочий они передают пенсионному фонду. Что они передают, какие-то полномочия, и что сейчас мы имеем? Да, часть выплат, которые получали наши граждане, они перешли в пенсионный фонд. Это произошло автоматически, и граждане наши не должны были заметить, что произошли какие-то изменения. Значит, у нас предусмотрены ежемесячные единовременные пособия, которые плачут по беременности, рождению, усыновлению. Они передаются. Большую группу составляют пособия и компенсация семей умерших военнослужащих и сотрудников силовых органов. А также отдельный блок мер, который касается помощи лицам, которые пострадали от радиации. Это маяк, испытания на семье Палатинске и другие аналогичные мероприятия. Ну, как я уже сказала, что перевод этих услуг в пенсионный фонд переходит автоматически, и жителям ничего делать для этого не нужно. Просто меняется источник получения денежных средств. А если говорить о мерах социальной поддержки граждан, расскажите, какие в Ненецком округе существуют меры поддержки граждан и сколько средств в прошлом году было выделено на эти меры? У нас очень социально защищенное население в нашем округе проживает. У нас предусмотрено 144 меры социальной поддержки, 138 региональных и 6 мер, которые частично финансируются из опрошенного бюджета. Если говорить по деньгам, то из регионального бюджета на выплаты предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. Федеральная доля составляет 479 миллионов рублей. И в этом году какие нововведения планируются в мерах социальной поддержки? Будут какие-то индексации, будет проводиться? Что будет в этой сфере происходить? У нас произошла индексация 15 мер социальной поддержки в 2022 году на 1,38%. А где жители могут узнать, вот неоднократно я встречалась с тем, что жители жалуются, что они не знают всех мер социальной поддержки, которые им положены, которые они могут получать? Где они могут ознакомиться с этими мерами? Где они могут найти перечень? У нас на сайте департамента в факте социальной защиты все меры представлены. У нас разработана брошюра, которую можно получить как в департаменте страны, так и в отделении социальной защиты. И кроме того, по телефону специалисты отделения социальной защиты могут проконсультировать граждан по тем мерам социальной поддержки, которые им положены. В зависимости от категории. Их очень много, поэтому вопросов, конечно, тоже у жителей много, потому что всех удержать в голове невозможно. Поэтому всю информацию можно найти на сайтах, там все подробно изложено. Елена Степановна, а сколько семей воспользовалась этой поддержкой в округе в прошлом году? Более полутора тысяч человек получили выплаты. Елена Степановна, если говорить еще об одной такой актуальной теме, это отдых детей Крайнего Севера, оздоровление в центрах различных. Сколько детей в прошлом году воспользовалось, из Ненецкого округа воспользовалось этой мерой социальной поддержки и куда ездили? В прошлом году у нас выехали на отдых 571 человек. То есть мы направляли в курорты Краснодарского края детей трудной жизненной ситуации, выезжали семьи с детьми и дети, которые имеют хронические заболевания. А сколько денег в этом году заложено на отдых детей Ненецкого округа? Порядка 100 миллионов рублей заложено для того, чтобы нам отправить деток на отдых за пределы округа. Какие дети из каких семей имеют льготы, имеют приоритетное право воспользоваться таким отдыхом? Учитывая, что у нас округ достаточно тяжелый в плане проживания, экстремальное проживание, у нас есть ряд детей, которые имеют волнение в состоянии здоровья. То есть у нас приоритет дается детям, у которых уже зафиксированы хронические заболевания, либо часто обостряющиеся, либо в состоянии ремиссии. И вот у нас выезжают детки с 4 лет, с 4 до 15. Но там уже по категориям разбиваются эти дети, с какими заболеваниями, по справкам, которые идут в медицинские организации. И в зависимости от формируется направление, куда дети поедут. Какие-то нововведения в этом году будут в этой сфере? Пока не планировали. Все как было, так будет? Да, все как было, ничего не меняется. Точно так же мы собираем заявления с родителей уже, сбор заявлений закончен, сейчас мы обрабатываем это все, и в ближайшее время начинаем выявлять аукционы на определение поставщика услуг. И еще одна мера социальной поддержки, это мера поддержки многодетных семей и выделения земельных участков. Сколько в 2022 году денег выделено на эти цели? В прошлом году мы очень много семей обеспечили этими земельными участками. У нас по решению губернатора депутатского корпуса было затрачено более 100 миллионов рублей на обеспечение жителей, которые имеют право земельными участками. В 2021 году на эти цели было выделено 5 миллионов, выплатили 15. В 2021 году был выделен 1 миллион, выплатили 101 миллион. На 2022 год запланировано 1, посмотрим, как будем двигаться дальше. Есть надежда на то, что вот как в прошлом году было, что хотели только одну семью выделить, а выделили на 100 семей? Все будет зависеть от доходов бюджета. Если бюджет позволит, то сумма будет, конечно же, увеличена, и количество получателей услуг тоже вырастет. А кто может стать потенциальным получателем этой выплаты? Какие семьи? Что нужно для того, чтобы встать на очередь? Для того, чтобы встать на очередь, нужно обратиться к нам в департамент для выделения социальной защиты. Там есть определенный пакет документов, специалисты проконсультируют. Но первое, что необходимо, это нужно иметь категорию многодетная семья и обратиться с заявлением в СССР, чтобы поставили на очередь. И участки выдаются в порядке очереди. Елена Степановна, наша программа подошла к концу. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам. А я напоминаю, что мы подводили итоги 2021 года с руководителем Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Еленой Левиной. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok